Если вы часто покупаете в интернет-магазинах, как в китайских, так и нет, то хочу порекомендовать вам отличный кэшбэк-сервис Cash4Brands.ru, который поможет вам хорошо сэкономить на интернет-покупках. Более 800 магазинов, Алиэкспресс, Gearbest, Озон, Эбэй и многие другие. При этом у Cash4Brands нет минимальной суммы для вывода накопленных средств, то есть вывести можно хоть 1 рубль, а также быстрое начисление средств при заказе во многих магазинах. Например, на Алиэкспресс вы получите свой кэшбэк всего через 14 дней после покупки. Все ссылки в описании к этому ролику. Обязательно переходите и регистрируйтесь. Экономить теперь просто. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Артем и рубрика HardNews. Не так давно ко мне на почту пришло любопытное письмо с анонсом нового роутера от компании Netgear. Называется он Nighthawk X10. В чем же его фишка? Фишка в том, что компания Netgear позиционирует его как самый быстрый роутер в мире, но это на самом деле не самое главное. Самое интересное то, что роутер поддерживает новый, относительно новый стандарт Wi-Fi, это 802.11 AD. Как вы знаете, текущий самый распространенный новый стандарт это AC, так вот это новый стандарт AD. И о нем я подробнее сейчас вам и поведаю. Сам Netgear Nighthawk X10 имеет на борту 6 гигабитных портов и 1,10 гигабитный порт. Вы действительно не ослышались, 10 гигабитный порт. И чуть дальше я расскажу, для чего он может понадобиться. Частота процессора 1,7 гигагерц, это 4-ядерный процессор ARM, какой точная я сказать, к сожалению, не могу. И пропускная способность по беспроводной сети 7,2 гигабита в секунду. Стоимость устройства 500 долларов. Nighthawk это первый в мире роутер, который поддерживает Plex Server. Plex Server это что-то вроде DLNA, то есть сервер, который раздает медиа-контент, фото, видео, музыку на ваши, например, смартфоны, планшеты, телевизоры, ноутбуки. Так вот, из коробки теперь поддерживается такой сервер. Вам не нужен теперь компьютер, вам не нужно какое-то NAS-хранилище. Вы подключаете к роутеру по USB жесткий диск и получаете в свою медиа-библиотеку в беспроводном режиме на том же телевизоре. Очень удобно. 10-гигабитный порт, который присутствует на корпусе девайса, очень редко присутствует на каких-то потребительских продуктах. Я, пожалуй, таких и не знаю, но здесь он есть. В чем же фишка? Фишка в том, что вы можете подключать сюда тот же NAS-накопитель, например, и раздавать контент по беспроводу в очень широком, как говорится, канале пропускном. Это 7,2 гигабита в секунду, как я и сказал. К сожалению, по непосредственно проводу в компьютер этот сигнал не будет заводиться на 10 гигабитах, потому что порты у роутера остальные 1-гигабитные. Видимо, это сделано только для беспровода, чтобы передавать данные с достаточно высокой скоростью. Ну а теперь, наконец-то, давайте поговорим о стандарте ID. Изначально стандарт ID был разработан компаниями Marvel и Velocity. Было это в 2009 году. И они основали свой собственный альянс под названием Wireless Gigabit Alliance, YGIC сокращенно. В мае 2010 года YGIC начинает сотрудничество с Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Alliance это группа компаний, которые разрабатывают и стандартизируют различные протоколы беспроводных сетей. Максимальная теоретическая пропускная способность 802.11AD это 7,2 гигабита в секунду, против 1,3 гигабита для стандарта AC. То есть, как видно, здесь пятикратное превосходство пропускной способности. Wi-Fi AD работает на частоте 60 гигагерц и также будут поддерживаться диапазоны 2,4 и 5 гигагерц для совместимости с другими Wi-Fi стандартами. К сожалению, диапазон 60 гигагерц не позволяет такому сигналу хорошо проникать сквозь стены. Да, и молекулы воздуха даже при такой частоте начинают несколько влиять на магнитное поле сигнала. Поэтому на большое расстояние, к сожалению, этот стандарт не рассчитан. Я вижу, например, его применение в том, чтобы передавать какой-то высококачественный видеосигнал, звук. Например, у вас есть какой-то проектор в помещении в одном большом. Есть источник, например, не знаю, жесткий диск, SSD. Вы хотите беспроводным путем передавать видео. 4К, например. Вы подключаете устройство по этому стандарту AD и успешно передаете. Причем можно использовать сразу же несколько клиентов, передавать это одновременно на телевизор, на проектор, что-то стримить там на ноутбук и так далее. В этом случае такая сеть полностью будет оправдана и она намного будет интереснее и производительнее, нежели, например, AC. Также у современных Wi-Fi сетей есть еще одна проблема. Это работа в полудуплексном режиме. Грубо говоря, в одну единицу времени вы можете либо принимать данные, либо отправлять. Соответственно, логично то, что это все пагубно влияет на пропускную способность сети. Она могла бы быть намного выше. Так вот, будущие стандарты Wi-Fi должны решить эту проблему, как на аппаратном уровне, самое главное, так и на программном. Например, стандарт Wi-Fi AX должен расширить пропускную способность сети до 14 Гбит в секунду. А стандарт Wi-Fi A-H будет работать на частоте 900 МГц, также будет совместимость и с диапазонами 2,4 и 5 ГГц, и позволит расширить покрытие Wi-Fi сети в два раза от существующих решений. Например, от стандарта AC. Таким образом, мы получим высокую пропускную способность, большое покрытие и к тому же низкое энергопотребление. Частота менее 1 ГГц позволит, соответственно, и делать чипы, которые будут потреблять меньше энергии, например, в тех же смартфонах. Это очень важно, ну и в других каких-то мобильных девайсах, что будет низкое энергопотребление, высокая скорость. Это все ждут, чтобы батарейка таких девайсов меньше садилась. Таким образом, в будущем нас ждут новые стандарты беспроводных сетей. Можно будет строить высокопроизводительные беспроводные сети, передавать огромные массивы данных, и все это даже сможет посоперничать с оптикой в том числе. Остается только немножко подождать. 2018-2019 года все эти стандарты будут уже на практике более стандартизированы и будут уже появляться в новых устройствах. Появятся окончательные спецификации, и мы будем всем этим пользоваться. Пишите в комментариях, что вы думаете о беспроводных сетях, какие стандарты вы используете у себя дома, ваши какие-то мысли и идеи, куда все будет двигаться. Мне будет интересно все это прочитать. Поэтому обязательно пишите. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если все еще не подписаны. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на второй канал, посещайте сайт, ссылочки все в описании к этому ролику. И не забывайте делиться моими видео с друзьями в социальных сетях. Чем больше поделитесь, тем больше у меня будет возможности брать новые девайсы на обзоры. Как вы знаете, я занимаюсь обзорами. Если не знаете, то смотрите другие мои ролики. И до встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok